Дорогие друзья, продолжаем тему сигаретного дыма, который может стать дороже и дороже. Напоминаю, на некоторых новостных порталах, собственно, сегодня новость появилась. Первое известие, дальше все переписали. Письмо заместитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Аркадия Гостева, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину. И там говорится о том, что сигареты могут подорожать. Причина роста цен – очередное повышение акцизов на табачную продукцию в следующем году. И по мнению, по подсчетам МВД, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку. И мы попросили поговорить с нами нарколога, заместителя главного врача городской наркологической больницы, Виктора Альфредовича Григория. Виктор Альфредович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да. Мы беседовали много с кем сегодня на эту тему. Был с нами на связи Александр Глебович Невзоров, человек, который в свое время много снимал табачные бунты 90-го года. Ну и который сам очень большой курильщик, как он признался, готов курить все и вся. Вот, на ваш взгляд, механическое повышение цен на сигареты приведет ли к реальному отказу от курения нынешними курильщиками? Ну, насчет курильщиков, заядлых курильщиков, конечно, маловероятно, что это приведется к отказу от курения. Но есть другая часть вот этого действия. Дело в том, что будет меньшая доступность для курения молодыми людьми. То есть сложнее будет войти? Да, да. То есть вот ограничения и, конечно, такие мероприятия проведенные приведут через несколько лет. Может быть, даже в районе 10 лет, так же, как с потреблением наркотиков, могут не входить в курение. То есть менее доступно будет табак и распространение курения будет меньше. Ну, а это время должно было показать. Скорее всего, так и будет. У нас уже есть, так сказать, опыт по этому виду по употреблению алкоголя и по употреблению наркотических веществ. Потому что за 10 лет, которые активно начали профилактику, в том числе и повышение уровня недоступности, и есть результаты по этому. Потому что, например, в Санкт-Петербурге с 2000 года количество людей, которые первично взяты под наблюдением наркологическими кабинетами больных алкоголизма, в частности, значительно уменьшилось. А количество вообще подростков, которые состоят у нас под наблюдением по поводу употребления психоактивных веществ, в том числе, кстати, и табака, их вообще сократилось. Ну, вот на город сейчас где-то 500-600 человек приходится, которые состоят по поводу заболевания под наблюдением наркологической службы. А было каждый год до 2000 года, до 2002 года, каждый год вновь пребывало где-то по тысяче человек. А скажите, пожалуйста, Виктор Альфредович, что касается, все-таки часть населения, да, возможно, молодежи, которым это будет недоступно, но никто не отменяет, да, более дешевые сигареты, сигареты, которые как-то делаются, может быть, подпольно, все это же, видимо, станет более как-то доступным, люди будут это искать, потому что в официальных магазинах, как бы так скажем, произведенные... Понятно. ...заводским способом сигареты будут слишком дорогие. Это вот вещь, когда формируется зависимость от психоактивного вещества, будь то алкоголь, будь то сигареты, то, конечно, ищущий всегда найдет способы как-то достичь того желаемого эффекта от этого курения. Да, конечно, будут трудности с этим, что будут и суррогаты там какие-то применять. А какие могут быть суррогаты в случае с табаком? Махорочный лист? Чай. Да, да, ну чай, чай это из злочек. Это чай, это... Вот только местам заключения раньше было, сейчас и местам заключения даже этого нет. Вот, курение чая. Ну, а вот махорка самодельная, не знаю, вернуться к этому, есть ли еще знатоки, как ее выращиваете, как ее... Появятся. Так, а насколько это более вредно для здоровья, чем табак? Просто как-то людей-то хотя бы предупредить, что... Не надо боярышников. Видите, там вот в этом, во всякой махорке, в листах, в этих, там содержится много всяких других веществ, которые, ну, воздействуют на организм, на все системы обмена веществ. Ну, а табак это более-менее чистая, вот тот, который делают сейчас более-менее... Ну, более-менее, я не скажу, что там все чистое совершенно, более-менее очищено от всех побочных веществ, которые там могут быть и отравлять. Вот, и в частности, например, курение, табака не очищено, оно больше способствует возникновению опхолей тракта, дыхательного тракта. Ну, легкие, часто. Ну, то есть, можно сказать людям, да, если начнется паника, что очень дорогие сигареты, что ни в коем случае не покупать где-то с рук непонятно, как произведены сигареты, потому что они могут быть еще намного более опасными для здоровья, чем... Ой, очень опасные. Вот, такая ситуация у нас. А скажите, пожалуйста, понятно, что мы сейчас попытаемся с Сашей помолодиться чуть-чуть. Вы верно совершенно отметили про то, что повышение цены на сигарет в первую очередь усложнит вход в этот закрытый клуб курильщиков, но там на прошлой неделе Минздрав говорил о том, что вейперов нужно приравнять к курителям сигарет. Это следующая волна террора, на ваш взгляд? Ну, террора, запретной политики, так скажем. Ну, давайте, да. Запретная политика, да. Запретительная, вернее. Запретительная политика вот на психоактивные вещества. Вот. Ну, в общем-то, да, следующий, да, этап, следующий шаг, который направлен на ограничения. Так, а насколько вот Минздрав, да, хочет приравнять, вы как нарколог, что можете сказать по поводу вейперов? Ну, запретительными, сейчас говорю, запретительными мерами всегда должна сопровождаться разъяснительной работой и замещением вот этого желаемого продукта другими способами. Замещение, чтобы человек по-другому воспринимал мир и жил по-другому. Без табака, алкоголя и прочих психоактивных веществ. Вот. Вот такая. Хорошо. Спасибо вам за то, что вы побеседовали с нами на эту тему, которая может неожиданно стать главной сенсацией 2017 года. Спасибо. Спасибо. Виктор Григорьев, нарколог, заместитель главного врача городской наркологической больницы. Хорошего вам дня. До свидания. Спасибо. До свидания. Я нажал все кнопки, и, возможно, как пела группа технологии, когда-нибудь получу результат. Мы продолжаем обсуждать курение, возоповышение курения, которое мы по требованию Роскомнатуры должны осудить, предать астракизму. И мы знаем, благодаря многочисленным сегодняшним новостям, потому что цена на пачку, возможно, вырастет в 2016 году до 220 рублей. Это по данным МВД. А данным МВД можно верить. Кто, как ни Денис Коротков, может подхватить с этой цифрой. Денис, добрый день. Добрый день. Ну, естественно, МВД, посылая вот это письмо по поводу повышения цен, выражают озабоченность, что это все может повлиять на, собственно, криминализацию рынка и повышение каких-то подпольных контрабандных сигарет. Озабоченность или надежду? Вот, наверное, нам надо выяснить это. Большинство, ну, не большинство, а значительная часть сотрудников МВД, как это не прискорбно, для Минздрава курят и получают не очень большую заработную плату. Но поэтому, если контрабандные потоки расширятся, то, по меньшей мере, у них все будет нормально. Будем надеяться. Это так про бывших коллег с теплотой, да? Конечно, конечно, потому что здесь все, не совсем, правда, понятен смысл. Минфин говорит, надо наполнить бюджет, чтобы все, видимо, больше курили, да, и дороже покупали. Минздрав говорит, что это тоже хорошо, потому что все перестанут курить. И, видимо, тогда вообще не будет отчисления в бюджет. Ну, вот, не знаю, где встретятся эти два вектора. Но ничего страшного, потому что курильщики найдут, найдут обязательно, что покурить и где найти. Да, в частности, Братская Белоруссия нам поможет. Давай, вот по адресам. Понятно, что тебя нам рекомендовали как специалиста по творчеству Михаила Юрьевича Лермонтова, навелок, контрабандисты. Откуда можно ожидать? Ну, забегали, забегали глаза. Глаза забегали. Да, мне просто Багрийский почему-то в голову пришел. Три грека и Одесса, да? Но нет, не греки, не Одесса. Здесь ни при чем. Все гораздо ближе, все гораздо проще. В замечательной стране Белоруссии акцизы значительно ниже, чем в России. И они, вроде бы, их повышать не собираются. А дальше приходим к простой формуле. Если даже сейчас их продукция на 30-50% дешевле, чем наша, с учетом доставки ее в Санкт-Петербург, то если эта разница уже будет 200%, то решение вопроса очевидно. Собственно говоря, вот в чем нонсенс, да? Счастливый для курильщиков. Если привезти сюда и продать сигареты, ну, любую табачную продукцию с белорусским акцизом является правонарушением, а если в больших объемах, то и преступлением. Привезти и продать, да, реализовать это преступление. То привезти – это нормальное, правопослушное деяние, которое мне не приходит в голову, чем можно покарать, да? То есть любые фактические объемы белорусской табачной продукции можно перемещать, если я правильно понимаю, видимо, так и есть, через государственную и, соответственно, таможенную границу двух государств. Нашего общего, союзного государства, внутреннюю границу. Это делается, вот последний раз, мы делали это три года назад, такой эксперимент. И, судя по всему, ничего не изменилось на сегодняшний день. Единственная проблема была в том, чтобы купить белорусские сигареты по цене, там было, по-моему, процентов, ну, почти в два раза дешевле, чем в Петербурге. Единственная проблема была в том, что необходимо было ждать достаточно большую партию. Мы тогда заказали минимальную, а это все лишь навсего коробка, а коробка – это все лишь навсего 500 пачек. Так, 500 пачек, да, 50 локов, да, 500 пачек. Денис просто курит трубку, поэтому ему сложно. Ну, в то время я еще иногда курил сигареты. Вопросы решаются в течение, заказать в течение 3-5 минут и доставка, если не ошибаюсь, в течение нескольких часов. То есть эти сигареты уже в Петербурге, их просто приводят. То есть налажен такой канал, что… Нет, не надо канал. Здесь слово «контрабанда», оно здесь неправильно и недопустимо, да, потому что контрабанды здесь нет. У нас нет таможенной границы с Белоруссией, соответственно, нет контрабанды. Это подакцизный товар, который фактически, то есть, ну, это получается, что сигареты реализуются в Санкт-Петербурге без акциза нашего, да, с соответствующими санкциями за это. Ну, что еще важно, что это… Это мы еще даже не говорим о другой ситуации. Мы не говорим даже о контрафакте, потому что это не контрафакт. Это абсолютно легальные, легально произведенные в Белоруссии под контролем крупных производителей крупных табаков, табачных компаний, сигареты известных брендов. Филипп Моррис, GTI, вот это вот все, Беломор. Абсолютно. Что закажете, да? Нужно было три назвать просто. Вот. Поэтому это абсолютно нормальные сигареты, не хуже, не лучше. Ну, я не знаю, может, хуже и лучше технологиями отдельных фабрик. Абсолютно такие же сигареты, которые продаются легально. То есть, потребитель ничего не теряет в смысле качества. Так хорошо. Ну, вот сейчас вот появилась эта новость о том, что, возможно, в 2017 году цены на сигареты поднимутся. Так сейчас их уже заранее завезут и в Питер, в Москву, вообще во всех городах. Так я думаю, что их уже завезли, даже если не завезли. И вот если мы сейчас наберете сигареты из Белоруссии, Санкт-Петербург. Сейчас набираем уже. Кто набирает? Ты набираешь? Посмотрите количество предложений, посмотрите цены на пачку, увидите, что эта цена почти в два раза ниже, чем та, которая в розницу предлагается магазинами в Санкт-Петербурге. Трогательный сайт Лес Рук. Лес Рук. И тогда, если у вас, почему, у меня только есть одно объяснение, почему это еще не слишком популярно, да? Гродненская табачная фабрика, извините. Бритиш Американ Табака. Если раньше, там, вот сколько, покупает курильщик пачку, да, как правило, ежедневно. Вот смотрите, я набрала, я написала в Яндексе сигареты и, я даже не успела написать из Белоруссии. Первые варианты предлагают сигареты, интернет-магазин, сигареты из Белоруссии, сигареты из Киргизии, понимаете, оптом в Санкт-Петербурге. То есть это уже действительно налаженные какие-то... Я говорю, конечно, то есть коробка это минимальная партия, которую, в общем-то, мне тогда с недовольством привезли, потому что, ну что это, это мелочь. С другой стороны, если я курильщик, если кто-то там платил, ну, я условно цены говорю, там, там, 100 рублей за пачку, там, отрывал там от себя, да? Если ему говорят, парень, теперь ты будешь платить 200, если раньше не замещал в два раза, ну, заметно, на кой черт, полезет человек в интернет, заказывает себе коробку на год и все. И где будет от Минфин и от Минздрав? Ты использовал словосочетание сигареты, использование продукта без акциза. Какие санкции в Санкт-Петербурге? Если не было изменений в кодексе об административных повышениях уголовной, это административная ответственность на гражданина одна-две тысячи рублей на должностное лицо тысяч пять, на юридическое, по-моему, там, меньше 50 тысяч, по-моему, 20-40 тысяч штрафов. Ну, это же надо еще как-то провести проверочную закупку, оформить и так далее. А для уголовной ответственности необходимый объем на полтора миллиона рублей. Такую партию зачем же по полтора миллиона поставлять? Будут поставлять по миллиону 499. Так хорошо, тогда вопрос, для чего это будет сделано? Что для чего? Для чего это будет сделано? По-моему, это уже, как в том самом классическом анекдоте, кисонька, но еще немножко, да? Еще капельку. Ну, люди подвержены пороку табакокурения, такие, как я. Я не знаю, это же не пропаганда, да, это скорее наоборот, это плач. Мы же никуда не денемся, мы же все равно будем курить. Потому что нам это нравится, да? И мы считаем себя решать для себя, что мы на это идем. И мы таки курить будем, и мы этот табак найдем. Получит ли что из этого Минфин? Не факт. Судя по глазам Дениса, не факт. С трубочным табаком, конечно, сложнее, потому что рынок его уже и оптовой поставки просто невыгодный из Белоруссии, да? Ну, найдем мы какой-нибудь выход. Все ссылаются на Европу. Но все же, многие, ну не все, но многие же были в Европе. И особенно если в курортных местах, то все помнят этих ребят на пляже, которые тут те же самые безакцизные сигареты готовы вам продать в любых количествах. Из твоих уст прозвучало слово «контрафакт». То есть понятно, что у нас есть возможность привезти, потому что у нас нет таможни между Белоруссией и Россией, безакцизные сигареты. А есть ли пространство, где просто сигареты как-то левой мальборо? Левой мальборо, конечно, есть. Об этой истории я просто знаю гораздо меньше. Все-таки технология, видимо, не такая уж сложная сама по себе. Набить гильзу, упаковать, запаковать, напечатать в коробке. Так а где берется сырье? Насколько оно может быть опасным для здоровья? Не знаю, просто учитывая, я не знаю, вот это реклама или нет, да? То есть для курильщиков. Господа уж, если не по карману будут наши сигареты, то не покупайте вы всякую гадость. Покупайте уж хотя бы тогда белорусский товар, поднимем экономику братской страны и сами не отравимся. Так а может все-таки и бросить курить? Да может бросить, зачем? Мы с тобой, Сашенька, в гордом одиночестве на этом этаже прибываем. Федор, бросишь и курить, я даже не начинавшая. А Денис покурит за нас. Ох. Хорошо, то есть на самом деле, вот уже второй человек в нашей студии говорит, что это попытка пошутить еще раз. Нет, а свою задачу государство выполнит, а жить нам будет хуже, жить нам будет сложнее и где-то даже беднее. Какой карбонарий, а? Да, это безусловно. И чтобы как-то стресс снять, все равно люди не курят. Чтобы как-то, давай закурим, товарищ, по одной, или это уже пропаганда. Мы против пропаганды. Мы против пропаганды. Мы против пропаганды категорически. Напоминаем, курение вредит вашему здоровью. На самом деле, это все анекдоты. Папа, ты будешь меньше пить. Ну вот это и что из опера. Слава богу, хоть табаком меньше шансов отравиться, чем боярышникам. И это золотые слова. Спасибо большое, Денис. Но тем не менее, нарколог нас тоже уже предупреждал, что всякий жмых не надо. Лист там и чай не надо.